Всем привет, с вами Райзум и это каст по Dawn of the War 3. Сегодня у нас будет матч 1 на 1 на карте Моркс Майер. Космодесант против Ильдар, Джин против Айони. Слева у нас расположен космодесантник Джин, занимающий вторую строчку в аддере за СМ. Джин взял Десвотч с доктриной Смерть в Небес, взял Либра с доктриной на стену вокруг штандарта и взял Ангелоса с доктриной на барьер после слэма Дредноута. Также он взял еще одну доктрину на Дредноута. После удара по земле Дредноут получает небольшой щит, а также увеличенную скорость передвижения, пока этот щит активен. Дополнительный прыжок для СМ и сниженный кулдаун штандарта. Справа расположился Ильдар Айони. Это опытный Ильдар, около 600 игр 1 на 1 у него. В топе Ильдар он есть, но не так высоко, как Джин. Но в целом 600 игр должно хватить на то, чтобы оказать достойность сопротивления Джину. Поэтому я жду интересной игры от них. Айони взял Маху с доктриной на последний шанс, взял Джейн Зар с доктриной на Врайз Вой Дофф. После того, как одна моделька погибает, все остальные модели в отряде получают увеличенную скорость передвижения и увеличенный урон. И Алтарх Кайр с доктриной на увеличенную скорость передвижения спектров, пока у них есть щиты. Также здесь улучшенный Листенинг Пост. Доктриновый улучшенный Листенинг Пост, который добавляет 50% ХП всем Листенинг Постам и дает им увеличенный урон. Доктрина на невидимость для Дар-Авенжеров и доктрина на улучшенные гранаты для Дар-Авенжеров. Можно начинать. Джин играет довольно редкое для себя БО, АСМ. Ну как редко, я его вижу редко, что он так играет, потому что мне он больше известен как космодесантник, исполняющий БО ТСМ с феймерами или БО ТСМ плюс Девы. В АСМ он сейчас играет редко. Так, на центр прибегает у нас Бонсингер. Точка захватывать не будет, наверное, будет ставить, да, врата. Поставил врата, Джин эти врата увидел. Но сбить он их, наверное, не успеет, потому что это билд в АСМов. И сейчас будет заказано один пак АСМ из Барака и второй пак из Дроп-Пода. Но здесь уже будет стоять пост, который спасет от любого Хараса. Хотя если сюда прилетит Дроп-От АСМ и прилетит еще одна пачка АСМ и прилетит штандарт, тогда можно будет забрать этот пост. Но смысла в этом особого нет, потому что Ильдар такой, я думаю, отобьет. Хоть как, но Джин известен своей наглой игрой. Он может и попытаться. Вниз бежит. У нас сервитор, центр захвата у нас Ауини. Напомню, что у Ауини нет элитки за два. Ему нужен элит-поинт. Генератор, но Дроп-От быстро отменит его. Прилетает АСМ, получает урон. И прыгает сюда, отменяет сейчас этот элит-поинт. Ауини отменят, да, отменили. И теперь Джин будет иметь в виду, что Ауини точно будет ставить этот элит-поинт. Или, по крайней мере, пытаться ставить. Сейчас Джин может попытаться прыгнуть сюда на пост, и АСМы могут огрести. Ставит штандарт внизу и прыгает. Сможет ли он убить этот пост? Вряд ли. Хотя, два пока АСМ смогут, я думаю, забреть пост под щитами. Ауини пока что далеко. Он опять ставит элит-поинт. А Джин рубит пост. Успеет ли Ауини отменить? Кинуть гранаты, настрелять? Может и не успеть. Не предвидел этого Ауини почему-то. Хотя должен был. Успеть раз граната. Не самое лучшее. Идет фокус АСМов. Два граната. Один пак АСМ практически. Здесь мертв. Умер один пак АСМ. Джин решает вторым забрать все-таки. Здесь энергию. Или этого не энергии, извиняюсь. Это была точка реквизиции. И АСМы сейчас уходят на центр. А здесь элит-поинт, который нельзя отменить. Лип. АСМы прилетели. И рубят этот поинт. Гранат нет. Чтобы защитить. Да. Все очень-очень плохо сложилось для Ауини. Он потерял застроенный нот. Застроенный один нот. И пост. И лид-поинт. Осталось всего три пака гварды. Ресурсы Джина пока что в порядке. Внизу всего у нас один генератор энергии. Вверху реква разбросал свои ресурсы Джин. Не очень удобно будет их оборонять. Они абсолютно никак не защищены. Сейчас этот поинт, я думаю, успеет упасть. Хотя сервитер успеет повезять. Два пака скаутов. Жалко без Аверботча. Но пострелять Авенджеров они могут только так. Умирает здесь сервитер. Так. Где пака СМ Джина? Он на реинфорсе. Сейчас будет реинфорс. И опять попытки запрыгнуть. На своего врага. На точке. С его противника. Так. Бегают сервитеры. Все палят. Джин постоянно делает большое количество сервитеров. И разведывает все. Пускает их вперед армии. Смотрит различные позиции врага. Джин собирается развалить эти врата. Потому что у нее есть десвотч. Он сейчас понимает, что до выхода первой элитки у Эльдара еще далеко. И он может играть так, как ему вздумается. Руки у него абсолютно развязаны. Мало того, десвотч еще ждет. Не сбрасывается. Пока нет необходимости. Джин десвотч не сбрасывает. Сейчас сервитер с декабит эту точку. А Джин? Джин пока не знает, наверное, куда идти. По умолчанию он пойдет на это. Генератор щита на этот. Здесь два пака СМ встречают. Под невидимостью у нас Авенджеров. Раб получает урон. Увидит ли это СМ. Они, наверное, не будут реагировать. Да. Джин игнорирует. Все. И идет просто на генератор щита. Но здесь ему не забрать его никак. Так, под кавером четыре пака Венджеров отобьют легко. Так, Соу Шрайн. А Тауни будут гриды ранее. Здесь застраивает Тауни эту точку. И боится пока выходить. А для того, чтобы не бояться выходить, нужны у нас Бонсингеры в кустах. Тогда ситуация будет намного-намного более понятной. И приход ТСМ не будет таким большим сюрпризом на какую-либо точку. Здесь ставятся врата, которые могут отменить. Если видят, но отменят вряд ли. Хотя все может быть. Здесь застроена точка, которую СМ заберут без помех легко сейчас. Сначала они попытаются помешать застроить врата. Либр готов и готова Маха. Значит. Отменили врата. Улетел Бонсингер. И здесь успеет забирать точку. Маха не успеет появиться. И сейчас будет Либ. Либ. Вниз. Все. Как и ожидалось. АСМ спокойно ушли. Джин разводит своего противника, не вступая в схватки особо уносяемой ресурсы. Застроил нижнюю точку. И держит на ней оборону. Расставил войска по периметру, но с Махой может зайти. Может попытаться зайти, а и не с Махой, потому что Маха это сильный на данном этапе герой, который бластом может много кого положить. Однако элитки Джин еще не высаживал свои. Он готовится. И ждет своего противника. Вверху сейчас увидит Джин. Наглость Эльдара. Увидел. Да, сразу. Айни отменил точку. Скауты палят. Так, Джин пока не видит, что по центру идет Айни. Айни чекнул Т-точку и побежал назад. Ходит наверх. Кто строится у нас здесь? Здесь строится грейд на спектрах. Есть ли грейды на пехоту? Да, грейды первые на щиты есть у Джина. Еще грейдов никаких нету. Но зато он делает девастаторов и вышел. Выходит в Т-2, не вышел. Только выходят у Айни еще. Да, Т-2 далеко. Из-за грейдов. Из-за грейдов на спектрах. Идет на щит наламываться Айни. Раба убить нечем. Под кавером. Минус состава армии Айни. То, что нечем убить раба. Терпят Авинджеры. Сбили у них щит, но граната не смогли отбиться. От наглого. СМС здесь. Скауты отстреливают барак. Сейчас еще скауты увидят спектров. То есть последующее появление спектров для Джина не будет сюрпризом. Джин дождался Габела. Элитки ему даже не понадобились. Он так хорошо разводил Айю. Айни. Что? Дожил без элиток до Габриэля. И теперь с чистым уроном. С чистым сердцем можно заходить на генератор щита. Не боясь никого. У Габриэля у нас 51 ДПС. Тру ДПС. Смотрите, как быстро отлетает щит. Плохой купол от Габриэля. Он должен был откинуть маху. Продолжает наваливать. Кидает штандарь. Некем мешать. В Габриэля можно было в принципе кинуть в стазис. И все. И успокоить тем самым. Сбрасываются девастаторы обычные. Сейчас будут гасить авенжеров. Авенжер пока что теряет щиты. Увидит ли это? Айни. Да, видит, отходит. Кто здесь? Габриэль. Вот, стазис на Габриэля. Вверху полетел Харас. Спектров. Они успели вылететь. Будет ли он убивать ресурсы здесь? Пока что непонятно. Бонсингеры пытаются вязать здесь. Делов нет. Они прилетают сюда. На верхний генератор щита космодесантника. Здесь войска Эльдара огребают. Без шансов. Убивать Габриэля абсолютно нечем. Пока что. Габриэль снова кастует щит. У него есть еще три прыжка. Получает маха по горбу. И уходит. Предпочитает отдать щит. Сейчас халявный элитпоинт. Халявный буст. Рабы пытаются вязать спектров. Но спектры не хотят вязаться. Никак. Сбрасывается десвотч. Теперь они отгонят спектров легко. Спектром здесь больше делать нечего. Вниз входит Джин. На передподготовку. Теперь его цель. Вот эта точка. Здесь ССМ еще крысят. Верхний генератор щита Эльдара. Но Эльдар успеет его отбить. Я думаю Джин должен сейчас прийти сюда. И забрать эту ресурсную точку. По ресурсам у него все отлично. Он опережает своего противника. Очень сильно. Куча энергии. Которую он пока никуда не девает. Хорошо бы уже построить арсенал. И делать грейды. Если ты играешь в пехоту. Такое количество пехоты. Неплохо бы иметь грейды на пехоту. Тем более учитывая силу сейчас лазок. Можно вообще играть в пехоту. Без техники. Тупо грейдится. Всю энергию кидать на грейды. А рекву кидать на юнитов. Здесь риперы. Которые уже не спасут. Слишком поздно они появились. Чтобы успеть повлиять на исход этого боя. Джин идет в тир 3. У Эльдара посмотрите как много у СМ всего. И как мало у Эльдара. Юнитов. Кидает баф. Да. Это был баф. Бласт. Она. Бласт дает 75% снижения урона. То есть на 75% снижает урон. По своим юнитам. Которые были в радиусе бласта. Отличный баф. Который силен на любом этапе игры. Хорош с бандшами. Толща с любыми юнитами. В принципе. Отличный. Здесь Габриэль приходит. Но два пака риперов ему уже наваливают. Хорошенько. Этих паков не хватало. Здесь на обороне щита. Зато вверху не прикрытый генератор щита. Который развалит здесь огнеметом. Десвотч пытается снести пост. Приходит снова Габриэль. Получает фокус. И уходит назад. У Эльдар на масел. Немалое количество пехоты. Но СМ от Т3. И делается машин культ. И делается наконец-то первые гриды. Да. Давно пора. 12 минута. Куча энергии. Слита Т3. Можно сделать и гриды. Габриэль все равно нагло прет. Его тут чуть-чуть подфокусить. И все. И она отвалится. Я надеюсь Джин это понимает. Какому риску он подвергает. Такую важную элитку. Как Габриэль. Авенджеры пригрелись. Не могут добить. Точку. Добивают. И уходят на реколе почему-то. Почему? Я не особо понимаю. Наверное он посчитал. Что сейчас его со спины зажмет. Зажмет у нас Джин. И поэтому решил уйти. Все войска Эльдара на базе. Регенят щиты. Зайти под турель Джин. Я думаю пока не может. Что-то он попытается. Он кидает здесь штандарт. Врата здесь он не видит. Вверх все еще не забирает. Тоже странно. Очень странно. Разведал вверх. А Эльдар уходит наверх. Зачем? Тогда был рекол. Разведал бы что СМ здесь стоит. Сейчас же будет заход на турель. И лаз делы. Развалят эту турку. Отбивает Эльдар. Постегательство СМ на верхний генератор. Заблаговременно. Но скауты здесь уже все увидели. И немного отойдут. Потом назад вернутся для тропода. Идет Габриэль танковать. Сбрасывается дроп. Что это? Это Death Watch с ракетницей. И сейчас лаз делы. Зафакусят эту турку. Орбиталка пошла. Вместо Либра у нас будет орбиталка. А здесь Джейнзар. Но для Джейнзар уже слишком поздно. Она еще сейчас сможет попасть на орбиталку. Да, напрыгнула на орбиталку. Джейнзар вышла. И ничего не смогла сделать. Death Watch погибла. И Джейнзар погибает. Сработал Last Chance. Здесь Маха огребла. Джейнзар тоже огребет. И уже ничто не помешает Сэму забрать эту турель. И развалить своего противника. Что Джин и сделает сейчас? Делает еще пару патчек. Вас сделал Джин. Для того, чтобы точно добить своего оппонента. Если он отобьется. Айни пока не собирается сдаваться. Хотя я думаю тут уже можно писать ГГ. Хотя он достраивает Скайпортал. Уже достроил Скайпортал. И достроил Сокола. Поэтому он не собирается сдаваться. Он думает, что один Сокол спасет его. Против такой бешеной толпы. Космодесант с ласками здесь. Наконец-то. Не прошло и полгода. Прилетают АСМы на верхнюю точку. И пишет ГГ Айни. Что можно сказать об этой игре? Айни давал себя разводить. Всю игру. Имел слишком малое количество войск. В начале для того, чтобы играть без элитки за два. То есть, если ты играешь без Скарпов. У тебя должна быть либо очень крепкая позиция какая-то. Либо большое количество пехоты. Чтобы ты смог дожить. Айни не рассчитал. Не рассчитывал на то, что Джин просто нагло прыгнет на его точку с постом. То есть, Джин. Мне, по крайней мере, известен Джин. То, что он любит двумя паками АСМ с штандартом забирать позиции. Там, орковские башни в ААХ. Различные укрепленные точки. В начале он кидает штандарт. Отлично используя штандарта. Айни этого не знал и не предвидел. И не смог нормально отбить. Он посчитал, что если он ставит пост. То эта точка 100% безопасна. И никакие гадкие АСМы не посмеют на нее напасть. Видя, что точка с постом. Да еще и с укрепленным. Но он ошибся. Джин забрал эту точку. Забрал нот на этой точке. Улетел. Срубил элитпоинт. И потом еще этими АСМами терроризировал бедного Эльдара. Потеряв всего один по КСМ. Это хороший был размена Джина. Хотя Джин тоже недостаточно агрессивный. Играл, на мой взгляд, он мог посильнее надавить пораньше. И убить Эльдара. И без Габриэля. Без течев Габриэля. Он мог даже раньше выпустить Death Watch. Просто навалиться куда-нибудь или сносить ресурсы. Айни не давать ему течиться. Но он решил сыграть поровнее. Может покреативнее. Я не знаю. И вышел Габриэля. И Джин еще поздно делал гриды. Если бы Джин раньше делал гриды, игра закончилась бы намного. Раньше можно было завершить ее не выходя в 3. А просто сделав гриды, подмассив приход. И просто придя к Эльдару на точку. Еще до 10 минуты, наверное, можно было зарешать все. Вот на 8-ой вышел Габен. У тебя есть Т2. У тебя есть Грейжин и Лаздела. И ты просто приходишь на турельку и забираешь ее. Все. Маха не защитит от Габена. Одна. Тем более у Айни тогда не было риперов. То есть это вообще ГГ сразу. Когда есть риперы, да, можно отстрелять Габена хорошенько. Но риперов нет. Поэтому слишком-слишком рисково. Играл Айни, играя в 3 элитки. Строил мало пехоты в начале. Это его ошибка. Это его погубило. На этом все. Всем спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока. Пока.